Господа, в самом начале попрошу вас принять главный факт нашего повествования. Леголас Трандуилович совершенен. Вот взгляните, по крайней мере, на киноадаптацию. За все три фильма он ни разу не был ранен. Единственный ушиб, полученный нашим уважаемым лесным принцем, это синяк после финальной битвы с орками в Братстве Кольца. Хотя, и тот в следующей сцене уже чудесным образом исчезает. В принципе, и с этим ушибом я-то и не уверен на все сто процентов, была ли это боевая травма, или добрый друг гнома Гимли просто где-то перемазался сажей. Не понять, не доказать невозможно. И тут, знаете ли, у меня возник вопрос. Окей, а этот парниша мог вообще тогда в таком-то случае помереть? Хе-хе, давайте-ка разбираться. Но пойдем по порядку. Вы давайте усаживайтесь поудобнее, сейчас нальем каждому по кружке эля, и дадим закусить к солонинкой. Все готовы? Все там бросили звонкую монетку с пальцем вверх? Проверили? На канал подписались? Если все выполнено, давайте-ка начнем. Итак, сын Трандуила, Леголас, а.к.а. Зеленый Лист, известен всем как принц лесного королевства, которое также именуется Лихолесьем. Леголас принадлежит к Синдару, обладает глубокими знаниями в окружающем мире и мастерски управляется слуком, чему его с ранних лет обучал его папашка. Он, собственно, ловкий, быстрый и капец какой метки. Неизвестно, были ли у папанти Леголаса, то есть Трандуила, короля эльфов Северного Лихолесья, другие наследники. То есть вполне возможно, что у Леголаса были братьки и сестрички. А вот про мать Леголаса так и вовсе ничего на самом-то деле и неизвестно. Ведь Толкин никогда не писал о матери Леголаса. Именно поэтому при съемках Хоббита режиссеру Питеру Джексону пришлось немного, так сказать, додумать его историю. Из адаптации мы узнаем, что мать Леголаса погибла при стычке с орками. А перед уходом из Лихолесья Трандуил говорит Леголасу, что мать любила последнего больше жизни. Да, трогательно, но это фейк. А мы тут разоблачаем их. Ходит много споров о том, сколько ж таки Леголасу было в лет во время событий самой трилогии «Властелин колец». И черт меня возьми, уверен, что споры эти никогда не закончатся. Во второй книге, конечно, есть несколько упоминаний, где вскользь можно поразмышлять о возрасте Леголаса Трандуиловича. Но все это очень расплывчатые формулировки в духе того, что в лесу Фангарн он вновь себя чувствует молодым. Но если все их сопоставить, то можно заключить, что Леголасу было, по крайней мере, несколько сотен лет во время Войны Кольца. А, между прочим, да, может быть, даже и несколько тысяч. Но, как я и сказал ранее, точный возраст не может быть установлен. Как итог, Трандуил плохой отец потерял свидетельство о рождении сыну ли своего. Возраст же, приписанный ему в фильме Питера Джексона «Властелин колец» 2931 год. Однако, понятное дело, в тексте этому мы не найдем никаких абсолютно подтверждений. Но в эти-то свои неопределенные годы Леголас начинает свои приключения. Не-не-не-не-не, вы не подумайте, что начинает он их в событиях, связанных с произведением Хоббит. В оригинальной повести Толкина вообще нет такого персонажа, как Леголас. Но, разумеется, когда дошло дело до экранизации Хоббита, режиссеру пришлось внести в сюжет кое-какие изменения. Питер Джексон крайне вольно обошелся с текстом профессора, который занимал всего 300 страниц. А, собственно, Пиджей снял целых три полнометражных фильма. Стоит ли режиссера осуждать за это? Пусть каждый решает сам для себя. Лично я считаю это отличной кинотрилогией. В Хоббите режиссер попытался подробнее рассказать об этом персонаже, его прошлом и родителях. А еще, не опасаясь гнева фанатов, Джексон добавил в истории любовный треугольник между Леголасом, эльфикой Тауриэль и гномом Килли, что тоже, на мой взгляд, вышло очень даже так неплохо. На самом-то деле, в том, что Леголас оказался в Братстве Кольца, а затем отправился воевать, виноват, как ни странно, но Голум. Да-да, еще до войны Арагорну удалось поймать Голума, и он доставил эту тварюку в Лихолесье, чтобы допросить его о охоте на Бильбо и Единое Кольцо. Но затем лесные эльфы были атакованы орками, и проныр Голум сбежал во время всей этой суматохи. Тогда-то Леголас и был послан в Ривенделл, чтобы известить Элронда о побеге Голума. Но так сложилось, что сын Трандуила по итогу присутствовал на Совете Элронда, где было решено, что Единое Кольцо должно быть доставлено в Мордор и уничтожено. И в общем, тут-то и понеслось все эти пиу-пиу из Лука, Мори, Хельмопадь, Мумакилы и все дела. Леголас стал героем. Ох, как весело и чудно, и на этом вроде как и должна была бы закончиться его история. Но нет. О дальнейшей судьбе Леголаса нам еще маленько известны интересные дела. Такие, как то, что после всех приключений Леголас вместе с Гимли отправились в Хельмопадь, дабы Длинноухи исполнил обещание перед другом и они осмотрели блистающие пещеры. Увиденное их, конечно, да, поразило. А затем Леголас привел свой народ эльфов из лесного края в Итилен. И земля, некогда пустовавшая под тенью ужаса Мордора и его правителя, вновь ожила и зацвела от их эльфийской заботы. Но Леголас всегда слышал зов моря, приходившего от великой реки. И вот, спустя долгие годы, когда Арагорн умер в 120-м году Четвертой эпохи, Леголас решил последовать зову своего сердца. Он построил серый корабль и поплыл по Андуину. Между прочим, говорится, что Гимли, как лучший друг Леголаса, сопровождал его, и вместе они последние члены Братства Кольца покинули Средиземье и уплыли за море в Валенор. Было ли это смертью Леголаса? Возможно. Вообще, судьба эльфов жить столько, сколько существует Арда. Они привязаны к миру и не могут покинуть его. В отличие от людей, эльфы не умирают от болезней или от старости. Но эльф может быть убит или утратить волю к жизни. К примеру, от непереносимой тоски, что, понятное дело, не может иметь отношения к Леголасу. Ведь вы помните, что этого парня, черт возьми, поцарапать-то никто не может. И, собственно, наш дорогой друг Леголас Трандуилович уплывает в Валенор со своим другом Гимли. А Валенор это так называемые бессмертные земли. Соответственно, чё, у нас Леголас стал бессмертным? Хе-хе-хе. Термин этот о бессмертных землях скорее неправильный. Ведь только лишь бессмертным существам разрешалось жить в Валеноре. Однако, сама страна не давала возможности смертным там жить вечно. Среди возможных исключений из правила запрета пребывания в Валеноре смертным это Бильбо и Фродо Баггинсы, а также Сэм, отправившиеся за Фродом. Ну и, конечно, Гимли, сын великого Глойна, который, как мы и говорили чуть раньше, по легенде отправился туда вместе со своим корешем Леголасом. Итого, мы получаем в итоге, что, вероятнее всего, Леголас и не умер вовсе, а лишь покинул смертный мир для того, чтобы продолжить вместе со своим другом-гномом устраивать конкурс в том, кто кого перепьет. Вот такие это дела, друзья мои. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересен, полезен и вот все эти пироги. Если это так, то не забываем бросать звонкую монетку с пальцем вверх, погулять по ссылкам в описании, там много чего интересного, все мои остальные филиалы, заведения и все такие дела. И, конечно, обязательно подписывайся на канал. На этом все. До скорой встречи в Фэнтези Таверне. Редактор субтитров А.Семкин